Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. К сожалению, скоро новогодние праздники подойдут к концу, так что нужно успеть постараться насладиться оставшимися чудесными моментами, и мы вам в этом обязательно поможем. Наверняка вы уже посетили все Рязанские театры и посмотрели представления, которые подготовили там для детей и взрослых. А знаете ли вы, что погрузиться в атмосферу чудес и волшебства можно не только в театрах, но и в музеях? История проведения рождественских и новогодних елок в этом доме насчитывает не одно десятилетие. Не стоит забывать, что музей истории молодежного движения расположился в старинном особняке, в котором раньше проживали рязанские губернаторы. Так что сначала, в дореволюционные времена, здесь традиционно отмечали Рождество. Ну а потом, уже после открытия музея, устраивались елки в честь Нового года. В этот раз сотрудники музея подготовили сразу несколько праздничных программ. С одной из них познакомились и мы. Сейчас у нас проходит елка, которая называется «Самый белый Новый год». Елка с чудесами, елка с музейными привидениями. Но опять же мы возвращаемся к тому, что мы в старом-старом доме. Как же этот старый-старый дом с печками, пусть теперь уже бутафорскими, но печками, без привидений. Вот это губернаторы, вот эти вот привидения, которые здесь когда-то были, они вот сейчас там завораживают наших посетителей. На этой елке нет традиционных хороводов, новогодних загадок и игр. Зато здесь вы увидите настоящие химические опыты, с помощью которых можно сделать все, что угодно. Даже мороженое. Скажи нам, пожалуйста, откуда у вас здесь взялось мороженое? Ну, нам его изготовили. А каким образом? Да, смешали сливки, азот и молоко вместе с сахарной пудрой. Размешали все вместе и получилось мороженое. Ну, это вкусно? Да, очень. Но, пожалуй, больше всего ребятам понравилось бумажное шоу. Кроме этого, Музей истории молодежного движения подготовил еще две программы. Святочные истории и ожившие сказки старого сундука. С ними рязанцы смогут познакомиться в дни новогодних каникул. А вот рязанский историко-архитектурный музей и заповедник предлагает своим гостям перенестись в прошлое. И кому-то вспомнить, а кому-то и узнать, как праздновали Новый год в Советском Союзе. Елка, новогодние игрушки, гирлянды и даже праздничный стол. Здесь все, как в недалеком прошлом, а именно в годы Советского Союза. У кого-то с этим периодом связана большая часть жизни, у кого-то лишь детские годы. Ну, а молодое поколение даже не знает, как праздновали Новый год их мамы и папы, бабушки и дедушки. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник дарит в эти новогодние праздники всем удивительную возможность совершить путешествие в прошлое. Все наши посетители, которые приходят к нам на наши выставки, а выставки у нас различной тематики, всегда обращают внимание на те предметы, которые мы выставляем, естественно, на наших выставках, связаны как раз с советским периодом. Потому что это недалекое наше прошлое. Мы помним о нем, да, помним многие радостные, многие счастливые моменты, многие победы наши, которые связаны именно с советской страной. Поэтому мы решили сделать такую выставку Новый год в СССР. Чтобы старшее поколение вспомнило, как они празднули Новый год. И также молодое поколение узнало о том, как празднули бабушки и дедушки, мамы и папы этот замечательный волшебный праздник. Здесь же вы сможете узнать о том пути, который проделала елка, пока не попала в наши дома в качестве новогоднего дерева. А также познакомиться с историей новогодней игрушки. В витринах представлены дореволюционные украшения, которые делали из ваты, стеклянные игрушки, которые были у каждого в доме в советский период, и даже особый вид елочных украшений – бонбоньерки. Еще их называли сюрпризницы. Это были небольшие, красиво украшенные коробочки, в которых прятали сладости и маленькие подарки. Бонбоньерки начали изготавливать еще в XIX веке из скорлупы грецкого ореха. В 30-е годы XX века их оформляли в соответствии с советской идеологией. Ну а потом они как-то незаметно исчезли. Основная, конечно, коллекция из фондов нашего музея-заповедника. Но мы также обращались к своим знакомым, к своим сотрудникам, которые с большим удовольствием приносили нам свои игрушки, которые они бережно хранят. Выставка «Елка» в СССР познакомит вас с карнавальными костюмами, которые зачастую мамы сами шили для своих детей на утреннике – новогодними открытками и плакатами. На выставке работает несколько интерактивных площадок. На одной из них посетителям придется потрудиться и отгадать, какие из представленных продуктов могли оказаться на новогоднем столе в советское время, а какие – нет. А на другой площадке вам предложат своими руками сделать новогоднюю игрушку. Семья или ребенок отдельный, или родители могут прийти, сделать поделку своими руками. Алгоритм мы подаем. Для этого у нас есть вот такие плакаты. То есть люди могут от чего-то оттолкнуться, посмотреть, что можно из этого сделать. Это может быть большое количество разнообразных скульптур с использованием природного материала. Это могут быть открытки, это могут быть какие-то фонарики, флажки. То есть все-все-все, все что угодно. Кстати, потом сделанные посетителями сувениры могут остаться в музее и украсить новогоднюю елку, на которой пока практически нет игрушек. Выставка «Новый год» в СССР будет работать до 15 января. Каждый день с 10 до 18 посетители будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и сотрудники музея, которые помогут вам погрузиться в волшебную атмосферу Нового года. Рязанский областной театр «Кукол» в праздничные дни радовал горожан не только новогодними представлениями, но и возможностью прогуляться по городу счастья. Что это за город и откуда он взялся в театре, расскажем в следующем сюжете. За этот год мы не раз снимали выставки работ, созданных юными художниками творческой студии «Калибри». Но эта новогодняя экспозиция, которую в преддверии праздника решили посвятить счастью, пожалуй, самая яркая и самая необычная. Каждый из нас мечтает о счастье, и каждый счастье ищет по-своему. Кто-то на юг, на север отправляется, кто-то карабкается в горы, кто-то отправляется в морские глубины. Но чтобы счастье вообще у нас появилось, оно должно появиться в нашей фантазии, в нашей мечте. Это наш пункт назначения. И тогда к нашим ногам вот она уже дорожка стелится. Иногда она прямая, иногда она извилистая, трудная, опасная, поджидают всякие трудности на дороге. Но это тоже не случайно, потому что счастье не может прийти в наш дом одиноким. Оно обязательно должно прийти с друзьями, чтобы не соскучилось и не исчезло потом в одночасье, или кто-нибудь даже не украл. Поэтому по дороге к нашему счастью мы собираем разные добродетели, друзья к нашему счастью. И вот эта выставка особенно тем, что мы даже как путеводители написали словами все, что мы собрали по дороге. Это и человечность, это и доброту, это и терпимость, это и, ну, конечно, радость, это и удивление многообразиями этого мира. То есть много-много-много всего. Поэтому эту выставку можно не только смотреть глазами, но еще и читать. Помимо многочисленных добродетелей, которые населяют город счастья, здесь можно увидеть удивительные домики, сделанные из соленого теста, яркие игрушки из папье-маше и графические работы, рецепты счастья. Эти рецепты придумывали сами дети. И если вы потратите немного времени и вчитаетесь в них, то сможете не только посмеяться, но и, возможно, найдете свой рецепт счастья. А еще для каждого зрителя организаторы оставили место на стенде, обозначенное как место для вашего дома. Так что поселиться в городе счастья может любой желающий. Нужно только чуть-чуть фантазии и труда. Без этого, сами понимаете, никуда. Наверняка все подарки уже не только куплены, но и подарены. Но если вам только предстоит сделать сюрприз кому-то из близких, то советую вам обратить внимание на авторские куклы. Сегодня в Рязани их изготовлением занимаются многие мастера. И среди них Лариса Волчкова. Лариса, мастер по пошиву верхней женской детской одежды, изготовлением кукол занялась всего пять лет назад. Случилось это совершенно случайно. Знакомая попросила ее сшить грелку на чайник. Занятие это неожиданно увлекло Ларису, и в итоге она начала создавать куклы. Сначала в технике скульптурного текстиля, затем она занялась изготовлением народных и даже фарфоровых кукол. В каждую куклу вкладывается душа просто. И меня затянуло. Еще у меня ребенок играл в барби. Но это до такой степени как-то несуразные такие куклы, не для детей. И вот мне всегда кажется, что дети должны играть в те игрушки, которые родители делают своими руками. И я вот начала делать куколы, и вот это просто затянуло. Лариса изучала специальную литературу, принимала участие в различных мастер-классах, постигая все новые техники и перенимая секреты мастерства у более опытных рукодельниц. В итоге за пять лет она создала более двухсот разнообразных кукол. Это вот кукла Марота. Раньше таких кукол играли царские дети. После, когда девочка вырастала, они с этими куклами ходили на бал. И так как она звуковая, они привлекали внимание кавалеров. Идея этих кукол у меня пришла спонтанно. Я ее делала просто как погремушку для ребенка. Вот первая кукла как раз у меня была подарок на враждю. И делала я ее недели две, потому что лицо здесь лепное. Все остальное мягкое. Ну вот уже современная кукла, конечно, там внутри тоже кожаная у нее. И набита она не опилками. Старые куклы были опилками набиты. И туда вкладывалась музыкальная шкатулка. Сейчас нет, сейчас вот колокольчики. Эта кукла обязательно делается из дорогих материалов. Так что Лариса использовала для ее изготовления настоящий шелк и даже фрагмент винтажного индийского сари. По словам мастерицы, вдохновляет ее сама жизнь. Так, например, вот эта красавица сделана после просмотра телесериала «Анна детектив». Эти ангелочки Ларисе вообще приснились. А последняя коллекция текстильных кукол «Дамы эпохи» получилась сама собой. Недаром многие говорят, что кукла сама диктует творцу правила в процессе создания. Задумываешь одно, а всегда получается другое. Вот я могу сказать, на примере вот этих кукол последних, я думала, что это будут чисто народные куклы, как бы кубышечки делаются. Я за основу взяла вот мешочек такой. Но когда уже делала, вот когда тряпочки подбирала, тут уже получились вот такие барыни. Вот селянка, там вот купеческая дочь. Вот я их уже так назвала. Лариса отмечает, что куклы, которые она создает, игровые или же интерьерные, но никак не обрядовые. Они не обладают магическими свойствами и никоим образом не влияют на чью-то жизнь. Это просто красивая и добрая игрушка. Я, например, тоже не приравниваю кукол своих к оберегам. Даже тех, которые делали наши бабушки. Я всегда говорю, что это сувенирное, народное, традиционное. Но если наши бабушки крутили куклу на ложке, когда ребенок плакал за столом, брали ложку, там кусок платка своего она брала, или даже платок снимала, накрутила, дали ему поиграли, потом раскрутили, опять ложка эта пошла к обеду, а платок она покрыла на голову. Вот так же крутили и кукол игровых детям в поле. То это же не говорит, что это колдовство. Да, они были без глаз. Но, как говорят, безлики. Нет, у куклы лицо есть. Если есть голова, значит, есть лицо. А глаза рисуют уже... Ну, у нас народ так относится к этому. Вообще глаза нельзя рисовать кукле. Мастер не должен рисовать. Должен рисовать глаза таким куклам тот, кто ее себе приобрел. Они должны вложить свою душу и свой характер, так, как они видят. На сегодняшний день Лариса Волчкова является постоянной участницей различных выставок и ярмарок. И с радостью отмечает, что интерес к авторской кукле за последние два года значительно возрос. А это значит, что люди стали задумываться о том, во что же играют их дети, и в какой-то степени возвращаться к своим традициям, к своей культуре. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. И увидимся мы с вами на следующей уже рабочей неделе. Я желаю вам всего самого наилучшего. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова